Добрый день дорогие друзья! С вами вновь доктор Косов и очередная актуальная тема, тема гриппа. Приходит время и нам надо позаботиться о том, чтобы не заболеть этим на самом деле достаточно страшным заболеванием. Многие думают, подумаешь грипп, почихал, почихал, да выздоровел, попил лимончика, заел чесночком и все в порядке. На самом деле это не совсем так. Грипп это достаточно страшное заболевание, от которого ежегодно умирает больше 100 тысяч человек. А в 1918 году-19 в течение 18 месяцев им заболело 550 миллионов человек, из которых, к сожалению, около 100 миллионов погибло. Что составляет приблизительно составляло на тот момент около 9% от населения всего земного шара и какой-то грипп. Я говорю в данном случае о знаменитой испанке. Дело в том, что вирус гриппа мутирует из года в год, он меняется и каким он будет в очередной год, никто толком не знает. Может быть он протечет в легкой форме, а может быть достаточно тяжелый. Еще не так далеки воспоминания о так называемом птичьем гриппе, я не знаю, там, свином гриппе, тараканем гриппе и всяких прочих гриппах, которые тут уже были и, увы, к сожалению, будут. Мутагенность этого вируса, к сожалению, остановить невозможно, он меняется. Поэтому все-таки я вас призываю не забывать о том, что необходимо прививаться. Вы сразу скажете, ой, прививки это вредно, это плохо, это совсем нехорошо. На самом деле это все сейчас уже не так. За последние годы появились не только красивейшие мобильные телефончики, так скажем, да, то есть как бы как, я не знаю, как элемент передовой технологии. Ну и кое-что поменялось и в медицине в том числе. Мы сейчас не используем куриный белок для приготовления сыворотки, ну и вакцины как таковы, точнее, да. Он вызывал раньше аллергическую реакцию, действительно, прививедение. Сейчас этого нет. Кроме того, некоторые говорят, вот для того, чтобы получить иммунитет, надо в слабой форме все-таки переболеть этим самым гриппом. Нет, дело в том, что сейчас мы используем полностью умертвленные компоненты вируса гриппа. И на них в вашем организме вырабатываются антитела. Поэтому ни о какой болезни речь не идет. Мы просто защищаем ваш организм от возможности возникновения гриппа. Вы скажете, ну подумаешь, ну все-таки заболел там и тому подобное. Конечно, так можно сказать, если вы ни разу не столкнулись с реальной смертью от гриппа. Но каждый год даже, ну как это сказать, в очень узком ареале людей все равно кто-нибудь из знакомых так или иначе либо умер от гриппа, либо получил достаточно серьезные осложнения. Осложнения могут быть и кардиального, и легочного типа, и, к сожалению, могут быть связаны с заболеваниями головного мозга и так далее, и так далее. То есть их такое громадное количество, что, поверьте, ни одного из них даже страшному врагу не пожелаешь. То есть поэтому все-таки об этом стоит подумать. Чем можно еще себя защитить от гриппа? Когда уже началась эпидемия, некоторые говорят, вот там я буду повышать свою иммунную систему. К сожалению, когда началась эпидемия, повышать активность иммунной системы уже поздно. От этого никакого эффекта не будет. А вот маленький секрет я вам все-таки расскажу. Как можно себя все-таки защитить? Ну, во-первых, конечно, безусловно, по возможности не посещать места скопления людей. То есть не посещать толпы где-то в супермаркете или еще где-то. А если вы уж туда зашли, то прячьте куда-нибудь свой нос. То есть обычно свитер с высоким воротником или шарф даст вам практически такой же степень защиты, как и вакцина против гриппа. Кстати, вакцина против гриппа дает от 50 до 70% только вероятности того, что вы не заболеете. Но если вы все-таки заболели, то болезнь протечет в облегченной форме, так скажем. То есть они с какими-то там действительно страшными последствиями. Так вот, мы вернемся к нашей защите. Итак, нос прячем и дышим через фильтр. Каждый вдох должен быть через фильтр. Потому что грипп передается всем известным воздушно-капельным путем. Кто-то где-то чихнул. И представьте себе, что вокруг этого человека образовался двухметровый периметр, в который войти нельзя и сделать там вдох. Поэтому, если чихающий идет вам навстречу, и вы услышали, что он чихнул, пройдите через этот двухметровый периметр, как через купол, с задержкой дыхания. Набрали воздух и прошли. Вышли из этого периметра, можете спокойно дышать. То есть, если таким образом вы себя будете контролировать, и контролировать тех, кто окружает вас, то степень вероятности того, что вы заразитесь чем бы то ни было воздушно-капельным путем, в значительной степени снижается. Мы, к сожалению, живем не в Японии. И носить марлевые маски или, скажем, из нетканных материалов, у нас как-то не совсем принято. Хотя жаль. Это в значительной степени действительно защищает нас от возможности инфицироваться именно воздушно-капельным методом. Но подобие маски – это всегда воротник, это шарф, это любая другая ткань, которая находится, элемент одежды, который находится близко к нашим органам дыхания. Поэтому не можете вытерпеть, просто задержав дыхание и пройдя, просто засуньте нос в шарф и дышите таким образом. На самом деле, если соблюдать эти правила, то степень вероятности здесь действительно в значительной степени уменьшается. Со временем, в последующих роликах, мы с вами разберем, что же, собственно говоря, делать, когда мы уже заразились. Или, например, заразился кто-нибудь из наших близких, и мы с ними живем в одной комнате, квартире, то есть вынуждены дышать одним и тем же воздухом, и как при этом не заразиться. Об этом мы поговорим потом. А сейчас пока подумайте насчет прививки. Это действительно помогает. Всего вам доброго. С вами был доктор Косов. До свидания.